всем привет сегодняшний выпуск совершенно точно спасет некоторых людей причем в прямом смысле плюс улучшить жизнь очень многим людям сегодня у нас анализы крови да это когда берут кровь из вены и что-то там определяют вполне реально у вас закрадывается мысль у меня точно все хорошо ничего не болит занимаюсь спортом нет лишнего веса даже почти не пью нафиг мне нужны эти анализы и так по статистике более-менее нормальное функционирование гормонов у мужчин и женщин проходит в период с 20 до 40 лет вне зависимости от возраста у каждого пятого мужчины есть повышенный эстрадиол то есть выше норма поэтому если у тебя перепады настроения может проблема в эстрадиоле или в гормонах щитовидки а не в том что у тебя такой характер вообще ты человек сложный гипотеза о том что колебания половых гормонов во время у цикла у женщин могут влиять на разные нейрохимические пути связанные с депрессией сейчас широко поддерживается исследованиями на животных и людях а также существующими клиническими данными гормоны действительно чуть ли не предопределяют жизнь человека через участие в формировании мозга тела и характера примерно у 12 процентов людей неправильно работает щитовидка и 60 процентов не знают об этом взять даже тот же могучий вонючий волосатый тестостерон низкие его значения предсказывают дальнейшие когнитивные нарушения психические и сексуальные расстройства вне зависимости от пола представляете память может ухудшаться не только от каких-то там процессов внутри центральной нервной системы но и от низких гормонов можно мне не верить вбить в поисковике любой анализ и запросить любую статистику окажется что в рандомных 20 показателях каждый из нас в чем-то да будет выбиваться из нормы либо находиться на грани почти у всех людей есть какие-то нарушения которые портят жизнь но делают это коварно незаметно и иногда так медленно что вы этого даже не замечаете и привыкаете к этому первую очередь ей хотелось работать с людьми переходим к конкретике что сдавать где сдавать сколько стоит как сдать бесплатно и как понять результат простой набор анализов выглядит следующим образом все нужно сдавать с утра на голодный желудок а за сутки до сдачи исключить тяжелые нагрузки секс алкоголь рок-н-ролл и наркотики желательно сдать еще онкомаркеры которые показывают развивающуюся онкологию если она есть хотя конечно всего учесть нереально видов рака довольно много для людей с активной и разнообразной сексуальной жизнью заветная аббревиатура и ппп инфекции передающийся половым путем иногда рекомендуют сдавать анализы на витамины но если ты живешь в россии они будут скорее понижены чем повышены да и стоят такие анализы примерно 400 долларов вариант номер один поликлиника плюс бюджетной лаборатории сейчас мало кто знает но примерно половину а может и большую часть из этих анализов можно сдать бесплатно в поликлинике по месту жительства вроде как достаточно паспорта и медполиса возможно сейчас или в будущем что-то поменяется поэтому лучше уточнить этот вопрос самостоятельно записывайтесь к терапевту с легендой что все плохо надо сдать анализы он уже смотрит и назначает конкретный день в принципе адекватный терапевт и без уважительной причины может вас записать но многие до сих пор мыслят в стиле пока не умрешь или не заболит что-то никуда не запишу если предположить что из простого набора анализов вы издали половину то надо где-то доделать остальное тут уже только частной лаборатории бюджетные варианты среди них это lab for you и чуть подороже cmd есть еще единичные частные лаборатории в разных городах но в каждом городе они свои а эти две они довольно широко представлены плюсы этого способа часть сдается бесплатно то что платно выйдет на 30 50 долларов минусы считается что анализы не всегда достоверны особенно в отношении поликлиник и второй минус это бюрократия речь снова идет про поликлиники прийти очередь доказать что ты не верблюд но тем не менее хочешь сдать анализы потом прийти еще раз кто любит разные квесты по кабинетам этажам поиск разных людей и тренировки переговорных навыков это плюс для каких-нибудь интровертов это скорее ад второй вариант просто бюджетные лаборатории по сути это первый вариант только без терапевтов и поликлиник плюсы выше достоверность анализов никаких квестов и легенд быстро минусы цена удваивается тот же список анализов выйдет примерно на 60 100 долларов третье премиум лаборатории сюда входят city lab гематест инвитро как примеры плюсы максимальная достоверность широкая сеть можно найти близко к дому минус цена она еще в два раза выше чем второй вариант то есть 120 160 долларов примечание 1 многие люди не хотят сдавать анализы так как считают что это дорого так вот если вы выбираете только поликлинику то хотя бы часть анализов можно узнать бесплатно бесплатно это точно недорого так что при финансовых трудностях это отличный вариант это точно лучше чем ничего не делать ничего не делать вполне реально будет дорого стоить в перспективе и не только в денежном эквиваленте если уж философствовать второе примечание если у вас от работы есть дмс обязательно проверьте можно ли по нему сдать анализы может получиться ситуация что вы вообще все сдадите бесплатно в нормальном месте и с комфортом скорее всего вам на email придет такой вот файл слева перечисление того что сдавалось потом какое-то число затем референтный интервал хорошо когда число попадает в референты этот интервал это нормальный диапазон значений к нему есть очень много вопросов первый момент биология не математика и каждая лаборатория пишет свой анализ который считает нормальным они все плюс-минус похожи но все же разные тут лучше ориентироваться на западные значения меня и самого иногда подбешивает когда врачи тупо смотрят на таблицу и вот есть в ней число полтора а норма от 1 до 10 значит все ок иногда значение ближе к нижней границе действительно хорошие если это плохой холестерин онкомаркеры или там цире активный белок а бывает и наоборот эти самые полтора куда хуже чем девять с половиной вот примерно как проще понять где нижняя граница нормы скорее хорошо когда вам придет уже результат а где наоборот плохо просьба не воспринимать эти заметки как достоверный факт ситуация резко ухудшается если анализы из одной группы противоположны например антитела к тиреоидной пероксидазе от это по ближе к верхней границе а т3 ближе к нижней то что-то явно не в порядке хотя формально они оба как были в норме так и остались также гспг если высокий а эстрадиол низкий это тоже не очень хорошо особенно для женщин итог когда делал этот выпуск и держал в голове одну идею замотивировать хотя бы раз в жизни сдать основные анализы необходимо может у вас уже цире активный белок с холестерином зашкаливают а это почти гарантия инсульта инфаркта в будущем вопрос только когда многое можно сдать и бесплатно в поликлинике есть относительно выгодные лаборатории есть и дорогие при любом раскладе сдача анализов точно не сделает жизнь хуже беспроигрышная ситуация кто уже сдавал и исправлял какой-то показатель напишите как было до и после надеюсь выпуск был полезен удачи и до скорого а